Встреча министров иностранных дел Евросоюза для британского дипломата Джонсона могла бы стать делом чужим и второстепенным. Всё-таки Лондон стремится порвать с Брюсселем, но в борьбе с мрачным северным гигантом Россией британцам нужна поддержка других стран Европы, так что усидеть дома Джонсон не мог. Все последние дни глава британской дипломатии пытался перещеголять своего премьер-министра Терезу Мэй в громких заявлениях, и вот, наконец, он преуспел. Российские опровержения становятся всё более абсурдными. Это классическая российская стратегия. Они пытаются скрыть иголку истины в стоге сена из лжи и путаницы. Больше они никого не смогут одурачить. Выдав эту тираду, Борис Джонсон отправился навстречу, хотя произвести впечатление на коллег из ЕС ему точно было труднее, чем на журналистов. Выразить Британии поддержку в Европе готовы, может, и все, а столь же безоговорочно обвинить Россию совсем немногие. Прежде чем высказывать какие-либо обвинения, суждения и размышления, необходимо, чтобы эксперты провели расследование и смогли установить картину произошедшего. Нужно полноценное расследование совместно с Организацией по запрещению химического оружия и другими партнерами. Эксперты из Организации по запрещению химоружия как раз сегодня прибывают в Англию. Об этом тоже сообщил Борис Джонсон. Хотя, что именно они будут там искать, до конца не ясно. Образцов газа «Новичок» у этой организации, скорее всего, нет. Строго говоря, газа с таким названием вообще никогда не существовало. Нервнопаралитические яды разрабатывали многие страны. И здесь, вероятно, идёт речь о боевом отравляющем веществе, которое в английской классификации обозначается как А-234. В России все его запасы уничтожены. Если где-то они и остались, то уж точно не у нас. Все обвинения Лондона строятся на том, что против Скрипаля использовали отраву российского производства. И британским экспертам будто бы удалось это установить. Но именно здесь главная нестыковка. Чтобы сделать подобный вывод, химикам нужен образец отравляющего вещества. Вот что говорит по этому поводу человек, считающийся на Западе создателем А-234, уехавший в США химик Вилл Мирзаянов. Английские эксперты очень опытные. Они могут расшифровывать все имеющиеся на сегодня отравляющие вещества. Конечно, для того, чтобы их расшифровывать, необходим образец этого вещества. Но я снабдил их, можно сказать, всех, кто желает этим заниматься. В своей книге я опубликовал в 2008 году формулы этого новичка. На основе этих формул, конечно, можно было бы синтезировать несколько граммов, допустим, образца и снять все необходимые спектры. Господин Мирзаянов и сам, кажется, не сразу заметил, что развенчал обвинения Лондона. Но обладание таким ядом для англичан неудобные факты. Поняв это, бывший советский химик пытается опровергнуть себя самого. Раз нет формул, никаких сведений, то ни одна страна, никто не может его воспроизвести. Для этого нужно знать формулу. Поэтому это и есть монополия России. И только в России могли там синтезировать. Путаясь в объяснении, химик Мирзаянов зато с легкостью опровергает высказанные в английской прессе версии отравления. То ли через багаж, то ли через букет цветов. В этом случае отравитель сам подвергся бы смертельному риску. Тот человек, который это несет, тоже подвергает себе большой опасности. Поэтому вряд ли так можно практически делать. И еще один парадокс. На словах Мирзаянов поддерживает британские обвинения, но тут же добавляет, у спецслужб есть куда более надежные и непубличные способы избавляться от неугодных. В Лондоне известны случаи, когда диссидента, болгарского диссидента Маркова убили Рецином. Для этого они использовали зонтик. Никто не мог подумать. Вот таким образом они делают свои оружия. Догадаться до них так просто невозможно. Там очень опытные люди. Не стоит забывать и о том, что Россия обменяла Скрипаля на своих разведчиков. И едва ли решила бы избавиться от него спустя столько лет, да еще и подобным способом. Накануне свою оценку произошедшему в Англии впервые дал Владимир Путин. Что касается той трагедии, о которой вы сказали, я узнал о ней из средств массовой информации. И первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте. Это очевидный факт, об этом просто надо это понимать. Это первое. Второе, у России нет таких средств. Мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей. Ну и, конечно, думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полный чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Он просто немыслим. Но, тем не менее, несмотря на все вот эти сложности, мы готовы к работе, к совместной, готовы к обсуждению любых вопросов и к преодолению любых трудностей. Но эти соображения в Лондоне не берут в расчет. И даже понимая, что попытка убийства с помощью яда времен Холодной войны вряд ли удастся повесить на Россию, там лишь слегка меняют версию. И теперь заявляют, что разработкой боевых отравляющих веществ Москва будто бы занимается по сей день. Вопрос в том, поверит ли в это Европа. Сегодня Совет Евросоюза не решился напрямую обвинить Россию и просто сослался на заявление Лондона. Европейский Союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, которая считает, что весьма вероятно Российская Федерация несет за это ответственность. Россия весьма вероятно не согласится даже с такой смягченной версией обвинения. Зато наверняка поддержит прозрачное и независимое расследование того, что на самом деле произошло в Солсбери две недели назад. Павел Краснов, Наталья Литовка, Максим Семин, Игорь Алексеев. Первый канал.